Здравствуйте, Евгений. Как повлияют текущие события на будущее мира? Зачем Запад ввел такие серьезные санкции, которые уничтожают логистические... Действительно, зачем же он ввел безобразие? Ну что же мы ничего не сделали? Что зачем он ввел? Которые уничтожают логистические и финансовые цепочки. Я удивлен, что, конечно, Запад что-то ввел, потому что ООН очень долго не выражал озабоченности. И я человек, конечно, не хочу быть грубым, но уже, в общем, он должен был выразить озабоченность. Хотя бы предварительно озабоченность. Логистические цепочки, ведь какие логистические цепочки? Их же не Запад уничтожил. Логистические цепочки уничтожило неусовок. Неусовок, который устроил в Средневековье. Запад удивительно... Ну, уже просто не выдержал, консолидировался, немножко так как бы отряхнулся и оживает, потому что Путин смог оживить даже этих придурков, абсолютных импотентов. Вот как-то что-то он смог, какую-то вягру для них найти, чтобы оживить. Конечно, вы понимаете, вот когда украинцы сейчас смотрят, и хорошие, приличные русские люди смотрят на Макрона, на это, Шольца, вот это все, вы должны видеть одно огромное слово. Вообще, когда спрашивают, что происходит, что будет происходить, вот возьмите там лист бумаги, фломастер, по старинке напишите слово одно, которое вы должны видеть, помнить, и которое, к сожалению, выражает суть того, что происходит. Это слово подлость. Это слово подлость. Люди гибнут, другие люди жертвуют собой, подставляются. Вот я сейчас подставляюсь, я не знаю, сейчас там за мной придут, утром, завтра, через день, чтобы... Мне не важно, я всю жизнь подставляюсь, значит, я не могу по-другому жить, я не могу врать, я не могу быть предателем, я не могу быть как эта тварь дрожащая, да. А эти существа, они подлые, они ведут торг. Неужели вы не понимаете, что и Макрон, и Шольц, они ведут торг за кулисно, за спиной? Я-то вообще думаю, что когда это все начиналось, наверняка это начиналось обсуждаться между Кремлем и западными лидерами осенью, они хотели сдать, продать. То есть, так вот такая инсценировочка, что-то чуть-чуть, какие-нибудь липовые внешние санкции, озабоченность, и чтобы дальше длить, 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 пилить, пилить и прочее. Но, ведь что вмешалось прежде всего, на что напоролись и путинцы, и подлецы в Европе? Они напоролись на неожиданную вещь, они напоролись на упертость украинского народа, которое оказалось, что он есть. И он невероятно упрямо уперт, и сначала от тупости до героизма, и уже до таланта. Такая пошла переплавка, дистилляция, процесс переходит качественно, и произошло качественное изменение. И подонки на Западе, и, значит, Средневековье здесь напоролось неожиданно, тоже, кстати, на Средневековье, на вот эту, не столько принципиальность, можно назвать принципиальностью, но вот это вот, нет вам, вот нет вам, украинцев. Кстати говоря, там же действительно, там действительно и русские. То есть сейчас под обстрелом и русские люди, которые тоже стали, нет, это наша земля, почему к нам с оружием пришли, мы будем защищаться. Украинцы сегодня там все, понимаете, они стали украинцами. Поэтому все эти санкции, да, ну-ка, труба, Газпром, все там работает. Но я повторяю, это все дело десятое. Это бедность, это нищета, это не первый раз. Но я вам хочу объяснить русским собратьям, украинцам, бывшим, новым, будущим братьям, всем ученым, вот когда вы говорите, думаете, имеете в виду западных леваков, этих лидеров, да, вы должны понимать, что внизу смерть, вверху подлость. Невероятная подлость. Они уже, поймите, Макрон и Шольц, и Байден, кстати, они уже продали, так сказать, Путину Украину вместе, так сказать, с людьми. Но оказалось, что когда пришли уже вот, ну как, я не знаю, сбирать товар, товар, значит, как мы думали, что это не живой, так, конечно, сбежал. Потому что кричит, гавкает и милый, говорит, нет, уходи и кусается. Трагедия и комедия. Видно же, что они торговались, там прилетали, обсуждали. Здесь он записал совбез вместе уже с объявлением, потом что-то два дня, это один тоже галстук, взял что-то еще переговоры с Макроном, пытались выцегонить там. Это видно, закулисная эта штука, понимаете? Это просто все, это очевидно. Ну вот, это же надо так нарваться. Кто бы мог подумать, что они есть, украинцы, они есть.